всем привет привет финальное видео об итогах 2018 года не может быть конечно же кратким потому что год был очень насыщенным меня было на моем канале очень много и конечно же подведение итогов 5 минут я уместить не смогу не знаю когда я запилю это видео на свой канал записываю его сидя буквально на жердочке на бортике ванной потому что мое обычное место в котором я монтирую и записываю аудио к своим фильмам она занята приехавшей дочкой вот мне место больше не нашлось я имею ввиду где была бы тишина и относительно спокойствие ребенок сутками вообще напролет трепется своим я так понимаю кавалером вот мать изнылась уже стоя под дверью пытаясь подслушать но как вам сказать как говорилось у оскара вальда музыка будет по-немецки вы все равно не поймете трепется она на чешском поэтому поэтому вся суть пролетает мимо меня ну да ладно 2018 год был для меня в плане орхидейного моего хобби самым насыщенным самым ярким самым результативным самым богатым на какие-то эксперименты интересные открытия ну и естественно на результаты я сейчас пробежалась по своим архивом у меня есть такой архив общий скажем так где какие-то ну ключевые моменты просто жизни есть альбом с ключевыми моментами орха жизни ну короче я такой микс сейчас сделаю если вам будет интересно если вы к моменту выхода этого видео уже переварили первые тазики с старые то ближайшие 45 минут я могу составить вам компанию буду трендеть вам каким-то фоном и так 2018 год начался с эндого количества орхидейных покупок если со стандартами и миди все было хорошо то с миниками мне абсолютно не повезло зимние покупки вообще чревато скажем так а когда корневая система орхидеек настолько малепусечная это конечно же она подвержена гнилим на счет раз что называется плюс еще вот в красненьком крыжочке вы видите там обнаружился червец по-моему это был первый раз жизни когда я столкнулась с червецом настолько близко нос к носу ну вот и салициловый спирт запросто избавил меня от этого дела также я начинаю искать новые поверхности для как бы размещения своих орхидей и мой взор падает на комод весь год я буду ходить вокруг да около мастрячь там какие-то лампы полочки и так далее и наконец-то к концу декабря 2018 года я буду абсолютно почти абсолютно им довольна какие-то орхидеи как например вот эта вот малышка на вашем экране это зелемния мидас вот она и прочие орхидейки которые не прижились почему-то в моем доме в моем сердце не нашли себе местечко они по весне находят новых хозяев как например вот эти вот две красотки они зацвели одновременно у меня прошлой зимой посажены были задолго до этого вот в такую посадку очень крупная кора стекло от не на глаз и эти две красотки переехали к новой хозяйке елена привет большой с некоторыми хозяевами с некоторыми новыми хозяевами моих старых орхидей я по-прежнему продолжаю поддерживать отношения они присылают фотографии моих бывших питомцев рассказывают как у них дела так вот когда я была летом на море елена прислала мне уже ее домашнее цветение этих красоток они также одновременно зацвели так вот это был по-моему июнь месяц сейчас уже 2019 год и они у нее до сих пор цветут с тех пор представляете вот спрашивается зачем я их ей продала ну ладно шучу на самом деле все орхидеи что называется удержать в себе невозможно выбираешь только те которые ну вот прям рука не разжимается чтобы отдать тут рука разжалась потом пожалела потом разжалась потом опять пожалела ну короче так нет у меня определенности никакой в жизни тот кто остался у меня это вот эти вот красотки пико фэнтежи я их называла иго-го две взрослых две детки одна детка уезжает к елене вместе с предыдущими вот этими тулканами одна детка уезжает со мной на море вместе с родителями естественно разделенные друг от друга и сейчас ля-ля-ля я вам еще не успела похвастаться у этой детки уже такой приличный цветонос одна из взрослых погибает ее добивают летние влажности скажем так перепады температур вот на адриатике также по в конце зимы этого года в начале весны начинается ну не сказать что бурное цветение хотя тогда мне так казалось короче многие орхидейки начинают меня радовать в том числе вот этот малыш который часть жизни провел с открытой корневой системой часть вот в таком кокосовом мешочке он уедет потом по весне когда потеплеет к новой хозяйке и кстати новая хозяйка а почему вы мне ничего не пишите про этого малыша как он поживает но я конечно не настаиваю я понимаю что люди приходят и уходят в твою жизнь да вот и этот процесс ты лично регулировать не можешь кто-то остается с тобой надолго кто-то остается навсегда а какие-то встречи носят чисто эпизодический характер вот этот малыш тоже похоже на коровку такую это тайн шининтрест он тоже уехал по весне на другой город кстати до новой хозяйке он донес аж один цветочек из тех которые вы видите замечательный был малыш не могла его никак хорошо снять потому что пятнышки все время расплывались дальше покупает со мной вот такой вот розовый венозник не люблю ни розовый ни венозный но это была такая губа что не смогла удержаться жертва так сказать эксперимента который я осенью прошлого года проводила на ваших глазах 11 дней держала его без субстрата с открытой голой корневой системой без полива и так далее демонстрировала вам не нас не насколько живучи орхидеи а насколько если у них хорошая корневая система им не нужен частый полив на такой вот это жертва эксперимента к весне спустя полгода после того эксперимента она зацветает двумя цветоносами это это даймонд кинг потом его обожгет солнышко очень так конкретно обожжет обожгет и он у меня к лету знаете в лето он войдет практически побритый дальше весной меня пропирает на малышей я покупаю себе и ирине еще нескольким товарищам не афинете хоум и дэн и сидерей джапоники минмару дальше весной присылает мне ирина большую посылку вот не буду конечно же все перечислять иначе я в три часа не уложусь но вот этот малыш который на фото он мне доставил больше всего что называется хлопот бед и летом он начинает в очередной раз погибать и завершает это дело когда я возвращаюсь уже с моря гибель была мгновенная от тех гнили которые видимо там где-то бродили из весенней поездки в прагу я привожу суккуленты вот такой вот посадки они у меня поселяются до сих пор я не знаю приспособилась я к суккулентам они ко мне или нет потому что две недели мне кажется что с ними все в порядке две недели рву на себе волосы вот и потому что потому что эти пальмочки начинают просто лысеть у меня на глазах короче не понимаю я их и в очередной раз делаю вывод что все-таки орхидеи это мое все по весне начинает вторично за тот год зацветать домашним цветением моя самая большая ванда ванда робертс делайт и мама говорит что на ее подоконниках дачных на лето место этому монстру не будет и я выхожу из этого положения очень легко я кидаю клич о продаже вот и как раз у новой хозяйки теплеет в городе к моменту к моему отъезду на море и к тому моменту как эта орхидея уже распускает практически все цветы распускать она их начинает вернее продолжает уже в посылке представляете но к счастью вот ни один цветочек что называется не пострадал зато страдают вот эти вот сказки это действительно жертва уже без кавычек моих экспериментов я взяла слишком мелкие субстрат посадила их в стекло от ни на глаз где они просто-напросто спарились была посадка из трех орхидеи та которая по центру вообще видимо не просыхала она теряет корни гниль идет выше по шейке она тем не менее из последних сил процветает но вот это безобразие конечно же не дало ей никаких шансов на выздоровление двух остальных я отвожу с собой на море там их усиленно проветриваю у одной замечательно наращивается корневая и она уезжает к новой хозяйке а вторая возвращается со мной по осени в москву но пока что еще я не вижу у нее никаких признаков цветения я думаю что ей до цветения еще рановато пускай восстанавливает свою корневую и дальше вообще 2018 год был богат на поездки какие-то на впечатления на орхо приобретения и на орхо потери из поездок вот в марте в марте могу полинка если ты смотришь это видео большой тебе от меня привет я надеюсь что когда-нибудь мы еще раз тобой куда-нибудь слетаем ну меня куда я тебе предлагаю тот же самый маршрут потому что несмотря на то что нас катали шесть дней по стране нон-стоп мы конечно же с тобой еще очень многого не увидели и давай вообще наконец-то уже с тобой в сербию доберемся когда-нибудь ну а те шесть дней в марте они были знаете полны умиротворения пляж после шторма вообще вся страна была после ураганов приходила в себя и мы попали в замечательный промежуток между ураганами которые возобновились когда мы уехали вот это за несколько часов до самолета мы предприняли отчаянную какую-то попытку взобраться на высоту 1600 чем-то метров пробирались вот так вот в офисных туфельках через какие-то снега и конечно же дух захватывала от страха от красоты и от собственного безрассудства еще раз на ваших экранах моя ванда которая потом отправится в дальний дальний путь первый раз когда про нее говорила не показала ее цветение сейчас исправляюсь на самом деле немножко цветопередача хромает она более холодного лилового фиолетового цвета но все-таки лампы с которыми я экспериментирую в этом году они дают оттенок более красноватый в каких-то случаях даже алый вот такая вот красота у меня ну и ладно я короче когда все ванда свои по весне отправила новым владельцам думаю все ванда больше жизни не приобретаю моя квартира не для них вот и вместо ван я приобретаю кто знал что он такая гигантская я приобретаю огромную вот такую орхидею это гигабел гигантея на белину прекрасное цветение но я была уверена что она мне придет в заявленном размере 2 и 5 будучи раза в 3 меньше чем тот гигант который на самом деле пришел я хватаюсь за голову увезти его с собой не могу отвожу его к маме на дачу мама мне все лето шлет значит фотографии с продолжающимся цветением потом с появившимся новым листиком спрашивает когда я этого гиганта от нее вывезу но концу лета вернее к середине осени когда я наконец-то приезжаю за своими орхидеями она так уже привыкла к вот этому монстру что так уж и быть соглашается у себя его оставить красота неимоверная не знаю переедет ли он когда-нибудь ко мне в городскую квартиру ну разве что если я выкину половину мебели отсюда вот такой гигант представляете честно говоря не ожидала не ожидала если бы знала что он такой большой наверное я бы отказалась от этой покупки какие-то орхидеи погибли не доехав до меня вот например тут жулия прекрасная джулия не дешевая джулия она погибла до того как отправилась в дорогу ко мне к сожалению даже в руках ее не поддержала но вполне возможно что путем обмена бартера и так далее когда-нибудь я второй экземпляр заполучу также погибает недавно время как только что купленная да на тот момент этот орхидеи которые называют чайная роза я успеваю только показать вам процесс ее пересадки ужасаюсь в процессе съемки видео состоянию корневой но и все и следующее видео про нее было когда она была уже трупом кстати примечательно что все орхотрупы пришли ко мне практически все 90 процентов из одного и того же магазина а точно так же как куплен там был вот этот вот фаленопсик у него нет названия его зовут почему-то мышонком мне он достается в полупилоричном таком виде медавно вам уже показывала его и погибает он начинает погибать практически тут же после покупки я дотягиваю его полутрупик до отъезда на море и там он упокоился дальше даже не помню показывала вот этого беляша или нет он меня покорил коричнево-желтого оранжевой губой на загнутыми усиками и вообще очень люблю белый фаленопсис и короче его смерть была еще более скоропостижной нежели у тех цветных каких-то гибридов короче ребята касторама или реал не знаю да сейчас скажу в касторами в касторами его купила на новорязанском проспекте короче больше я туда ни ногой в орхидейной отдел вот эти вот сога фестивали те которые с хорошей корневой к лету остались и нарастили и они находят себе новых владельцев а тот который был практически без корней отправляется к маме и сейчас у него корней полон горшок а уже говорил что не люблю венозников но против вот этого не смогла устоять потрясающая губа потрясающий знаете такой сатиновый мерцающий блеск у лепесточков нужный мне любимый мной оттенок желтого цвета короче все мое-мое дальше разочарование года что называется и всем известный сайт который очень любит ладно не будем короче всем известный сайт продает под видом бронз мейден нечто непонятное получивший заказ люди очень долго чесали репу вот и естественно я не исключение тем не менее гибридик получился очень симпатичный до сих пор не понимаю кого с кем на гибриде ли листья абсолютно лишены крапа который у бронз мейден должен быть листья не приобрели ту форму и окраску который должен которая должна быть у бронз мейден но тем не менее что-то есть очаровательное в этом гибридике оставила пока его себе тот венозник розовый который мне не нравился будучи отправленным к маме на дачу а он еще и подгорел перед этим короче вот он отправляется к маме на дачу и летом распускается прекрасными восемью огромными такими цветами на двух цветоносах и потом продолжал он это цветение примерно до середины осени вообще в этом году могу поаплодировать и поблагодарить 100 тысяч миллионов раз мою маму которая ни капельки не имея расположенности к орхидеям совершает какие-то чудеса акробатические и присылает мне летом и вот сейчас осенью и зимой присылает фотографии моих орхореанимашек на которых я давно уже знаете плюнула и махнула рукой также она у меня умудряется зацвести те сложные гибриды которые не хотели цвести у меня она наращивает корневую систему у тех фаленопсиков и деток и реанимашек у которых практически была выбрита до чисто разными болезнями шея например вот у этого филиппинца у него были корешки когда мы с Ириной совершили бартер но то что он росло у мамы просто заслуживает знаете всех охов и ахов этого орхидейного мира также она умудряется мама моя нарастить бороду просто корней у Анны Лорати который присылает мне Ирина в сентябре еще какого года этого года потом мама совершает чудеса какие-то по наращиванию корней у сидерей джапоник минмару все корни которые я видела в интернете и в обзорах они напоминали каких-то скукожных коротеньких червячков страшного цвета короче то что вырастает у мамы за неполные полгода это просто какое-то чудо Лора из Израиля сказала что в Израиле обсуждали эту корневую систему очень долго после выхода моего ролика вернувшись с моря про поездку я вам еще не рассказала просто забегаю немножко вперед в осень этого года вот меня пропирает на приобретение каких-то симпадиальных орхидей к которым я раньше не испытывала ни любви, ни симпатии, ни интереса короче тут просыпается интерес энная сумма денег которая высвобождается тут же была потрачена на новинки это и фаленопсисы мои любимые и 4 башмака и очень-очень много котлей и дендробиумов обзор части из этих покупок я уже сделала часть продолжает спать на балконе на лоджии вплотную предвинутые они к холодному окну ну вот короче пока что про них рассказать мне абсолютно нечего единственное кого я берегу из тех закупок это конечно же хрупкие фаленопсисы и вот эти вот пафиопедилумы также я закупаюсь шикарной керамикой ну вот рассказ про который будет ближе к весне Ирина присылает мне метеостанции а я после одной болезни своей обзавожусь увлажнителем воздуха короче я теперь знаете как заправский такой специалист регулирую влажность воздуха вот измеряю температуру короче запариваюсь теми параметрами на которые раньше там больше 10-12 лет что я вожусь с архитемией короче я раньше на эти параметры плевала по весне возвращаюсь опять в весну я начинаю эксперименты со скорлупой кедрового ореха и кто со мной давно те знают что мои эксперименты абсолютно увенчались абсолютным успехом ну вот ну ладно это я забежала сильно вперед на самом деле я пока что еще весной беру вас кстати с собой в мае месяце в поездку в Прагу в Чехию благодаря детям много езжу по сельской такой по чешской сельской глубинке очень много впечатлений оттуда привожу знакомлюсь с местной кухней которая до этого оказалась мне очень жирной очень тяжелой но как оказалось я далеко не все перепробовала и для людей которые ну скажем так не придерживаются диетического питания но в силу возраста здоровья и так далее начинают все-таки заглядывать в тарелку прежде чем ее опорожнить ну так вот оказалось что в Чехии есть очень много вкусных блюд про которые раньше в свои предыдущие приезды я и знать не знала с погодой в мае потрясающе везет и я делаю очень много красивых как мне кажется фото и видеосъемок которыми с вами делюсь кто недавно присоединился к моему каналу тут наверное еще не в курсе какого формата видео я часто выкладываю на канал да я миксую в одном ролике свои видео про орхидеи фото зарисовки какие-то и показываю вам фрагменты своих путешествий для путешествий по сути я поняла что мне нужна большая вместительная сумка и новая желательно пара белых косовок рыбок одна и та же модель желательно выполненная в коже и больше ну кроме денег и кредитной карточки и паспорта мне наверное больше ничего не нужно и летом я как всегда отправляюсь в чудесную страну при всем богатстве выбора что называется другой альтернативы она у меня есть но я ее не хочу я больше не хочу никуда манит меня только это море только эти виды только тамошнее радушие только тамошний вообще климат солнце, небо сочетание потрясающих гор и лазурного моря тишина, спокойствие безлюдие такое в межсезонье и конечно же туристическая такая суета и драйв летних месяцев этим летом я открываю для себя те части страны в которые раньше никогда не ездила ну и конечно же отправляясь туда вот я не то чтобы я сильно боялась заскучать нет я боялась просто часть своих орхидей оставить в России потому что какие-то пришли ко мне в плохом состоянии какие-то я сама вот своими экспериментами довела до плачевного состояния шучу конечно нет обычно мои эксперименты заканчиваются неплохо за редким исключением нет просто действительно изначально состояние орхидей оно было таковым что или я их оставляю и нахожу потом по приезде орхотрупы или я их беру с собой и пытаюсь что-то с ними сделать но поскольку столько орхидей тем более проблемных я с собой никогда не брала очень долго очень много времени я трачу на подбор субстратов режима полива и так далее не все сразу получается но тем не менее помимо орхидей я беру с собой две дростении которые летом что-то ой в предыдущие годы не очень-то у меня росли в Москве там они разрастаются до приличных таких кустиков я беру с собой высаженные фласочные гигантеи и потом на них приходит пассать извините за выражение соседский кот знала бы что называется подкараулила бы но вот и назад я привожу буквально не знаю там процентов всего лишь 20 от вот этих фласок к сожалению видимо что-то есть в кошачьей моче да также я увожу туда и оставляю там новому хозяину вот эти свои адениумы которые сажала которые выращивала из семян но тоже что-то мои подоконники московские не пошли мои задохлики привезенные туда они меня то знаете обнадеживают то ввергают в состояние уныния ну и ладно короче понятно что всех не вылечишь всех не вытянешь к сожалению потом уже по возвращению в Москву гибнет та орхидейка моя самая любимая самая дорогая моему сердцу которую я больше года выхаживала но приезжает дочка моя и конечно же эти недели которые она проводит со мной они меня от грустных орхомыслей отвлекают мы много с ней ездим посещаем и любимые наши уголки страны и заезжаем куда-то где еще наша нога до этого не ступала ну вот у нас там уже за много лет отдыха образовалась своя какая-то небольшая микрокомпания из местных жителей и туристов которые точно так же как и мы выбирают эту страну для постоянного летнего отдыха ну вот когда дочка уезжает я глядываюсь по сторонам в поисках новых каких-то впечатлений ощущений и в том числе орхо ощущений начинаю по объявлениям частным скупать орхидейки потом нахожу гарден центр столицы несколько раз езжу туда и естественно с пустыми руками я ни разу оттуда не уезжаю вот этот дендробиум потом что-то похожее на камбрию и огромные фаленопсисы которые я покупаю с рук за не очень большие деньги они остаются там у новых хозяев но я надеюсь что на лето мне дадут их хотя бы в половинном что называется количестве поиграться вот нужно же мне будет чем-то опять заниматься из Москвы я уезжаю по состоянию здоровья я бы и на дольше уезжала но моя работа мне не позволяет ну и уже нахожусь в предвкушении если честно вот кстати к сожалению этот именно десерт перестали делать в моем любимом ресторанчике так что один пункт я что называется из своего списка хотелок вычеркиваю вот этот пункт естественно я не вычеркну несмотря на все опасения моей мамы что когда-нибудь я вернусь оттуда законченным алкоголиком местное вино пьется от него пьется легко пьется весело от него не пьянеешь никакого урона моему здоровью по крайней мере оно не наносит также у меня в планах посещения новых каких-то мест я открыла для себя прошлым летом один город в который очень бы хотела вернуться он находится не на побережье находится на плато в горах и он меня поразил покорил и естественно за тот один день что я в нем была я не успела его весь облазить дальше я конечно же все лето продолжаю экспериментировать с посадками какие-то орхидейки да показывают мне что мои эксперименты абсолютно не находят отклика в их корневой системе но на будущее знаете я планирую все-таки подобного рода орхидейные вылазки на море достаточно часто конечно же без негативного опыта не обойтись все записываю всю хронологию все свои наблюдашки какие-то вообще у меня телефон и записная книжка распухли от моих орхозаписей в течение этого года столько записей я не делала никогда в жизни но и столько уроков я из них тоже из этих моих экспериментов не извлекала вот эти вот две ванды или аскоценды куплены на море уезжают они со мной в Москву и в середине где-то осени появляются у них цветоносы причем одновременно и вот сейчас уже 2018 сменился на 2019 год они продолжают оставаться у меня в цвету вот этого красавчика гиганта просто легату я тоже приобретаю увожу с собой также мне достается в подарок черный вот такой фаленопсис но он конечно не черный но он такой темно-зеленый что по сравнению со светлым например со светлой иероглификой кажется или там с титрасписом кажется практически черным ну а шея у него тоже черная тоже посыпана непонятным каким-то мне препаратом от гнили короче обнаружила я это уже после покупки но тем не менее мы до сих пор сражаемся и покативать успешно с этими болячками далее кучка орхидеи которая приехала со мной на море она редеет к сентябрю месяцу вот эта кучка отправляется со мной обратно еще раз скажу легата тоже уезжает со мной недавно я показывала вам коллективную посадку в другую совершенно систему этого красавца и легату пилорика который я купила дистанционно в Крыму все орхидеи прекрасно переносят переезд буквально двумя-тремя царапинами на листочках мы отделались вот суккуленты остаются там где я их и оставила после меня в этой квартире жили люди потом еще какие-то люди вот мы списывались я просила их поливать свои суккуленты но с конца октября месяца и вот до моего следующего приезда я думаю что никто не озаботится поливом этих орхидеек ой вернее орхидеек говорю суккулентов и они конечно у меня ребята закаленные посмотрим кого я найду обычно я приезжаю вижу полностью сушеные такие знаете листики как пергаментная бумага но после двух-трех поливов все это восстанавливается и пускается в рост вернувшись домой в сентябре месяце я обнаруживаю что некоторые орхидеи например дендробиум бериода вот подсходили с ума в мое отсутствие некоторые в положительном смысле некоторые в отрицательном с бериоды я снимаю второй и третий этаж которыми он обзавелся и в итоге у меня получается в сентябре месяце отдельно посадка таких вот малышей некоторые из которых дали уже своих малышей обзавелись шикарной корневой системой вот и остался у меня огромный куст старого растения короче не знаю ребят кого из них себе оставлю все-таки старый куст занимает очень много места ну и расставаться мне с ним очень жалко потому что я знаю что у меня с удовольствием его некоторые мои подписчики приобрели вы знаете какие-то из старых своих орхидеи я просто обязана оставить себе чисто для того чтобы понаблюдать например экспериментальные посадки в которых я их посадила чтобы это было были знаете наблюдения не в течение полугода года а именно чтобы я несколько циклов развития этих растений понаблюдала ну и с каждым годом знаете все-таки цветение более-более впечатляющее я наконец-то хочу его увидеть Ренантопсис Милдред Джеймсон моя очередная покупка этой осени приходит ко мне с очень плохой корневой системой это растение несколько перелетов перенесло пересадок и так далее у меня оно стоит какое-то время в ступоре потом из старых вот этих ненормальных закуклившихся пимпочек начинают корешки отрастать сейчас они уже вот за несколько месяцев выросли настолько что где-то в районе дна высокого бокала стелется дальше как я уже говорила поскольку меня проперло на покупку симпониалов я помимо дендробиумов и котлей я приобретаю зигапиталумы тот который на ваших экранах по-моему называется зигапиталум луизендорф это единственное растение которое до сих пор никак себя вот с сентября месяца не проявило я поэтому вам особенно обзор то симпониалов не показываю сделала обзор в октябре но в ноябре в декабре особо никаких подвижек не было я думаю что эфирное время пустыми видео занимать несмотря на то что были очень хорошие бульбы их было много и были хорошие корни этот зигапиталум никак себя не проявил вот эта камбрия зато вот предыдущие кстати корни были ее эта камбрия зато растит несколько новых росточков и что-то пока что эти псевдобульбочки не планируют оформляться я цикличность этих растений еще не знаю только недавно их приобрела поэтому не могу сказать норма ли это вот такое торможение норма ли вообще что в зиму эти орхидеи начинают новые ростовые какие-то процессы короче ребят ничего не знаю буду экспериментировать буду наблюдать этими результатами экспериментов и наблюдений делиться с вами вот этот зигапиталум по-моему называется blue angel самый маленький миниатюрный тощенький я бы сказала в моей коллекции та бульба которая цвела при покупке она погибает у меня есть фотографии видео потом покажу вам короче но зато на ее месте вырастают аж 3 или 4 новых но тоже пока что видимо не хватает там света вот может быть в зиму они нетипично для себя эти почки пробудили короче пока что у нас то мы растем то мы в ступоре также приобретаются конечно же после летнего отдыха новые орхидеи как же жизнь архаманская без новых приобретений я здесь в Москве приобретаю 2 дастибелли еще 3 присылает мне Ирина очень многие орхидеи по осени практически все переезжают в мой экспериментальный субстрат скорлупокедрового ореха некоторые в чистой некоторые в смесь также я из новинок значит чем хвасталась вам этой осенью это вот такой вот замечательный экземпляр Будда Трежер или Пиколо Ред вот он на ваших экранах тетя Тьфу не потерял ни одного листа пока что он не радует меня ни новыми корнями ни новыми листьями но и не расстраивает меня гибелью того с чем он ко мне пришел немножко немножко я не понимаю еще как я уже сказала цикличности и вообще закономерности роста симподиалов но тем не менее после приобретения вот этого первого френч фокса или первой не знаю я приобретаю еще 6 или 7 короче сейчас у меня их ввоз и маленькая тележка я мечтаю о большом контейнере в котором были бы посажены одинаковые гибриды какие-то например котлейные или дендробиумные короче я идеальный оптовик я не люблю когда у меня по одной былиночке люблю когда листовой массы много люблю когда знаете если один или два экземпляра погибают чтобы мне оставалось еще и еще и еще и еще и зато когда они все вместе зацветут у меня будет просто у меня будут райские кущи так ну вот короче райские кущи летом они притеняются разными способами так и не пришла к выводу который способ самый лучший потому что на следующий год естественно мне придется повторять это притенение очень много орхидеи у меня подгорело в этом году какие-то притенения дают ну совсем уж затенение растения не развиваются но зато они дают понижение градуса что очень актуально летом какие-то не дают понижение градусов но и пропускают слишком много света мои орхидеи продолжают гореть часть орхидеи у меня восстанавливаются после каких-то болячек часть наоборот вот как этот мой пик оф фэнтези или игого вернувшись с летнего отпуска проявляют фузариозы трахеомикозы ну вот я это связываю в данном случае с переменной климата из сухого московского я уехала в влажный адриатический и конечно же это смена климата для больных орхидеи короче она пошла и мне на пользу продолжает бороться за жизнь и новую корневую систему мой 740 черныш который я привезла с моря сделаю потом обзорчик по нему когда будут какие-то изменения но пока что вот эти корешки которые он с лета пытался сначала раскуклить потом нарастить вот сейчас он их продолжает периодически наращивать потом опять снова куклит больше ничего интересного про него сказать не могу летом практически погибшие мои пражские суккуленты возрождаются к жизни а сейчас у них опять какой-то откат назад короче мы делаем шаг вперед два шага назад ну ладно расставаться с ними не буду но и больше наверное суккулентов я приобретать тоже для себя не стану всю осень я перевожу свои летние весенние посадки в ту скорлупу кедрового ореха который себя хорошо зарекомендовала экспериментирую с разного диаметра с разным количеством дырочек которые паяльником делаю в пластиковых бутылках вообще ухожу от покупных горшков единственное что вот от Нина глаз который когда-то купила в большом количестве горшки их я буду доюзывать не выкидывают же мне такие тысячи на помойку но в основном все орхидейки новые которые приходят ко мне они будут впредь поселяться вот в такие дырявчатые пластиковые бутылки безотходное производство которое ничего практически не стоит тебе немножечко воняет когда ты это все дырявишь но проветривание и куча вытяжек вокруг меня помогают мне этого эффекта не то что избежать но быстро от него избавиться дальше осенью у меня естественно состоялась еще одна поездка к дочке в Чехию в этот раз все 12 дней я провела в Праге буквально один выезд был за пределы Праги потому что решались вопросы какие-то организационные но с погодой не очень повезло я умудрилась там заболеть но тем не менее очень много красивых как мне кажется фотографий и видео я оттуда привезла в октябре месяце Прага уже несмотря на солнце несмотря на зелень вокруг она уже готова к Рождеству и Новому году поэтому получился такой очень интересный микс начинаю больше делать вкраплений вот таких вот вложных скажем так вложений вложные от слова влог это находит отклик у большинства моих подписчиков у некоторых нет и ну что я могу вам сказать ребят вы все равно меня не прожмете кому не нравится вот не нравятся такие включения из моих путешествий ну просто не смотрите вообще хотела сказать что когда ты приходишь на ютуб и ты новый блогер и ты учишься еще подавать материал ты учишься монтировать видео ты учишься говорить на камеру наверное это не первое и не главное чему ты учишься к сожалению я это поняла первое чему ты учишься это отстаивать свои границы отстаивать свое видение своего канала ты учишься почаще нажимать на кнопочку бан ты учишься да тебя к этому каждый второй комментирующий призывает не обращать внимания на троллей на хамов на просто невоспитанных людей которые пришли на ютуб чтобы выплеснуть свои какашистые настроения на тебя с очень многими я рассталась вот ну и поскольку поскольку я приобрела нужное как мне кажется ребро жесткости в следующем году я буду предпринимать еще более яростные меры по его укреплению но пасаран что называется они не пройдут не ну это я конечно шучу ребят на самом деле ко всему нужно пытаться относиться с юмором вот к тем комментирующим которые не обладают достаточным чувством такта деликатности воспитания и так далее я прощалась прощаюсь и буду прощаться потому что знаете кто-то говорит вот вы оставляете только хорошие комментарии нет ребят я критику тоже оставляю в том случае если критика она знаете имеет все равно позитивный какой-то характер да то есть можно раскритиковать человека и сделать это просто сравняв его с землей не знаю опустив его ниже плинтуса загнобив его попытавшись вернее его загнобить а можно высказать критику в позитивном каком-то ключе понимаете и эта критика она не расстроит она не покроет тебя коркой комплекса неполноценности например да вот а она наоборот тебя подбодрит так вот я могу сказать что из 100% комментариев я оставляю буквально один который отвечает этому параметру все остальные комментарии я удаляю без сожаления потому что они носят явно хамский характер вот поэтому не из-за того что мне нравится только поглаживание по шерстке я не люблю когда гладят против шерсти нет критика она имеет место быть она наоборот стимулирует она наоборот помогает стать лучше тогда когда она преподнесена правильно так ну ладно это был небольшой офф топик значит рассказывала я что балуюсь с другими видами орхидеи не только с фаленопсисами но вот мой бульбофилум который когда-то из Камбоджи был доставлен что называется ко мне он наконец-то показал два направления роста и пошел корниться и плодиться слава тебе господи но из микрантума в макрантум он что-то не перерос ну короче даже не знаю что это мне такое продали дальше дальше приобретаются все новые орхидеи некоторые я прям сразу из мха пересаживаю в скорлупу кедрового ореха и вы знаете негативных последствий я не замечаю распускаются мои две летних ванды тире аскоценды радуют и новым и старым еще магазинным скажем так фермерским цветением какие-то новые для меня фаленопсисы гибриды вот например самера предыдущий красавчик то чего никогда раньше в моей коллекции не было что-то я решаю ставить у себя что-то что оно красиво оно замечательно оно даже может быть беспроблемным и безотказным но почему-то вот на молекулярном уровне например я с этими орхидеями не схожусь и поэтому по весне буду конечно же с ними снова расставаться какие-то орхидейки которые как вот этот безымянный беляш они урождаются неказистыми асимметричными абсолютно вот но тем не менее почему-то греют душу и они останутся со мной навсегда вот это вот цветение бурное под конец года которое на моих полках подоконниках и орхидейных нишах вот случилось вдруг я показывала вам совсем недавно в ролике об орхобомбе под зануис уходящего года просто вам напомню поскольку я делаю видео про итоги года конечно же не могу не показать финальные вот такие вот аккорды я очень надеюсь что мое отсутствие дома на новогодних праздниках никак отрицательно не скажется на них но к сожалению я вынуждена уехать и выключить свет вот всю подсветку того света который от окна идет явно будет не хватать но 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 я все таки надеюсь что 12 дней это не 2 месяца ну и хотя бы что-то из этого шикарного цветения меня дождется также я надеюсь что отсутствие света никак не отразится на вот этом недавно начавшемся шикарном росте корневой системы у многих моих задохликов у некоторых у которых почки не вовремя под зиму надулись и сейчас активно превращаются в ростике вот я не знаю наверное они немножко стопорнутся еще сильнее я все таки переживаю за фласочников которые уже год назад были из фласки высажены недавно я показала вам распределение их по возрастным скажем так группам ну от рассадку их в разных контейнеров вот их я наверное все таки поставлю в такое место где они и не пересохнут что очень легко на самом деле им сделать при небольшой толщей посадке вот но и в том в то же время они там и не пересохнут да и не перемерзнут очень много проблем меня ждет сейчас когда я за два часа до поезда начну организовывать им вот эти вот места ну да ладно справлюсь не первый раз они у меня братья акробаты уже такие знаете все привыкшие к моим закидонам и к отъездам ладно ребят я наверное уже свою обзорную часть своих орхидей закончу хочу вас поздравить с наступающим вернее уже с наступившим я это видео выложу в 2019 году еще раз хочу всех вас поздравить с новым годом надеюсь что новый 2019 год порадует вас если вы архоман прекрасными орхопокупками беспроблемными легко зацветающими интересными какими-то гибридами или даже видовыми орхидейками вот я желаю вам вкусного года яркого года я желаю вам насыщенного года здорового года денежного года радостного полного событий интересных каких-то ярких поездок ну вот желаю вам быть любимыми любить желаю вам быть востребованными вот и встретимся встретимся в новом году у меня очень много задумок которые я некоторые начала реализовывать но не закончила в 2018 году обещаю все свои рубрики начатые вот летом и осенью продолжать или по крайней мере логически как-то завершить желаю вам добра тепла вот мира в душе в семьях в домах и на этом я с вами прощаюсь увидимся в новом году всех целую и еще приду субтитры и субтитры Продолжение следует...